Всем привет! Сегодня я покажу как сделать элементы для браслета с голубыми или бирюзовыми цветочками и сочными вишенками. Итак, для начала мы будем делать цветочки, потому что они у нас светлых тонов и лучше всего всегда работать со светлыми цветами. Я буду делать цветочки бирюзового цвета в чистом виде и смешивать полупрозрачную пластику фарфорового цвета с небольшим кусочком бирюзового, для того чтобы получить другой оттенок, нежный такой голубой. Итак, и давайте сделаем просто бирюзовый цветочек. Каким образом я это буду делать? Скатываем колбаску, слегка ее с одной стороны прижимаем, чтобы в сечении получилась капелька и нарезаем нашу колбаску на 7 срезов. Срезы делайте не очень большие, не очень толстые. Чем меньше будут ваши срезы, тем более миниатюрные цветочки у вас получатся. Нам понадобится 7 срезов и небольшой кусочек, который мы скатаем в шарик. Остальные срезы мы слегка разминаем и теперь я буду использовать молд. Если у вас нет молда, вы можете либо вообще не использовать молд и не наносить текстуру, либо можно взять, допустим, гофрированную бумагу или сейчас, поскольку тепло, и я думаю, что найти живые цветы любые не такая уж проблема, можно взять оригинальный цветочек, то есть настоящий цветочек и отпечаток получить от любого лепестка. Не важно, какой это будет цветок, роза, тюльпан, ромашка, возможно. Делаем вот такие срезы и сразу я вот так вот зажимаю, делая сразу несколько. В итоге у нас отпечатывается вот такая вот красивая текстурка и лепесточки у нас утончаются. Как я сказала, мне понадобится 7 лепестков. Я делаю оставшиеся. Аккуратненько немножко их сплющиваем пальчиками и выравниваем, чтобы они все-таки были похожи на такие лепесточки. И после этого я зажимаю все молдиком. Они получаются очень-очень тоненькие и с такими вот прожилочками. Теперь нам понадобится шарик и понадобится проволочка. Можно взять готовый пин. Я беру круглогубцы и загибаю конец проволочки. Так, проволочку другую возьму, вот такую. И загибаю конец проволочки. Это может быть флористическая тоненькая проволочка, может обычно быть пин. Загнули. Надеваем. Если вы используете пин, то он у нас уже либо с шариком, либо уже с такой петелькой. И прямо на эту петельку вы можете надеть шарик свой. Слегка его вот так вот пальчиками прижимаем, чтобы он у нас облепил, хорошенько зафиксировался. И начинаем собирать наш цветочек. Выбираем три самых маленьких лепестка и формируем серединку с небольшим нахлёстом, приклеивая один лепесток к другому. И третий лепесток должен у нас закрыть первый и второй. Серединку тоже стараемся практически полностью зафиксировать и закрыть, чтобы её практически не было видно, чтобы не было видно нашего шарика. И второй ряд можно сделать из четырёх, можно сделать из пяти лепестков, если у вас лепестки получили слишком узенькие. Мне вполне будет хватать четырёх лепесточков. Так. И получается вот такая вот приятная текстурка и такие вот немного необычные цветочки. Сделали. Слегка снизу подмяли. Внизу тоже старайтесь сразу всё это сформировать так, чтобы так посмотрелось аккуратно, но при желании вы можете сделать ещё внизу листочки. И вот такой бутончик у меня получается. Я отрезаю наш бутон и вставляю его в губку, в которой я буду его запекать. Вот такие вот оттенки цветочков у меня будут получаться. В таком виде на губке я буду отправлять все свои элементы запекаться и делаю такое количество цветочков, какое мне необходимо. Теперь займёмся ягодками вишни. И мне понадобятся следующие цвета пластики. Во-первых, я взяла чисто вишнёвый, но для того, чтобы сделать вишню немножко разной, я буду добавлять ярко-красный цвет, цвет кармин номер 29. И чёрную пластику. Если добавить тоже вишнёвый цвет, получится такие тёмно-вишнёвые ягоды. Очень-очень приятные и вкусные на вид. Давайте сделаем сначала с чёрной блиной, а потом ещё с красной, чтобы они у меня были всё-таки разные. Отрезаю кусочек блины вишнёвого цвета. Чуть-чуть побольше. Так, и добавляем немножко чёрной пластики. С чёрной не переборщите, лучше добавлять по чуть-чуть, потому что чёрная очень сильно может заесть вашу пластику, и основной цвет получится скорее грязным, чем насыщенным. Поэтому не торопитесь добавляем. Если у вас, допустим, нет вишнёвого цвета, вы можете смешать просто красный и чёрный, и получится, в принципе, вишнёвый цвет. Я буду мешать три пластики. И хорошенько перемешиваем. Вот такой цвет получился. Он действительно отличается от того цвета, который у нас есть в пачке. И теперь мы будем делать из него вишенки. Я хочу, чтобы у меня вишенки были все одинакового размера. Но поскольку у меня, допустим, сейчас под рукой нет пастомашинки, то я воспользуюсь следующим методом. Я положу две спицы, посередине я положу наш блинчик и скалочкой буду раскатывать. Если нет скалочки, то можно раскатывать любым подручным инструментом. Спицы не позволят нам раскатать его криво-косо, то есть оно у нас получится одинаковой толщины. Вот так вот раскатываем и получаем блинчик одинаковой толщины совершенно по всему периметру. И теперь беру любую формочку. У меня это будет цветочек, без разницы. Можете взять что угодно. Квадратик, прямоугольничек и вырезаем вот такие фигуры. Теперь каждую из фигур мы скатываем в шарик. И шарики у нас получатся совершенно одинаковые по размеру. Потому что мы с вами раскатали пласт, используя две спицы. И соответственно у нас пласт получился одинаковой толщины. Вот такие шарики получаются совершенно одинаковые по размеру. Беру один из шариков, хорошенько его вот так вот прокручиваю в руках. Смотрю, чтобы не было ни одного нигде зазорчика, чтобы вишенка была абсолютно круглая. Никаких нигде не должно быть неровностей. Или видно, что у нас где-то здесь глина не слеплена. Теперь я беру стек с шариком, делаю такое углубление. Беру иголочку, чуть тоньше, чем те, на которых мы раскатывали. И делаю вот такую вот бороздочку сбоку. Теперь я беру стек и немного вот эту вот часть внутрь вот так вот углубляю. Полученную ягодку слегка вот так вот подкатываю в руках, чтобы сгладить отпечатки пальцев. И у меня получается вот такая идеальная вишенка. И таких вишенок я делаю столько, сколько я захочу на мой браслет. Если вы хотите, вы можете сделать вишенки как потемнее, так посветлее, либо все в одной гамме. Вот такие цветочки и сочные ягодки у меня получились. Ягодки я покрыла в один слой лаком FIMO. И теперь они у меня стали глянцевыми и блестящими, как настоящие вишенки. И вот такие вот нежные, бирюзовые и светло-голубенькие цветочки у меня вышли. Я думаю, что это будет прекрасное сочетание для браслета. Я надеюсь, что данный урок вам понравился. Всем большое спасибо за просмотр. Всего всем доброго. И пока!